всем здравствуйте вы на канале солнечный дворик и с вами я елена бородина сегодня хочу вам показать своих бролеров смотрите какие они у меня сегодня грязные все почему потому что вчера у нас был сильный пересильный дождь ну прям ливий ну мы конечно ему довольны потому что наконец-то нам промыли землю и даже есть возможность почистить на выгуле бролеров сейчас я вам покажу смотрите вот здесь вот я уже часть почистила смотрите какая тина здесь он у меня уже два ведра с пометом стоит здесь прям лужи и тина были и я их выгул почистила видите там везде травка а здесь здесь они все вытоптали и сейчас я еще найду тяпку и еще почищу а сейчас сейчас я пришла их кормить кормить конечно же мешанкой да я вам не сказал почему они такие грязные мы вчера уезжали на весь день они у нас вот эту загородку как-то уронили вот видите это выход у нас из нашего пристроя из под навесу вернее и штук восемь бролеров вышли туда видно когда мы приехали сильный ливень лил и там эти бедные бролеры заборчику прижались и стояли все мокрые примокрые я их сюда быстренько перекидала и накормила конечно мешанкой вот сейчас смотрю они обсохли но часть бролеров но просто грязнючие пригрязнючие так что мои белые красивые бролеры как все говорят вы что их моете они у вас такие белые теперь они у меня грязные что я вам хотела рассказать вот смотрите я их вечером покормила она ночь насыпала зерносмеси и они они не более то едят эту зерносмесь видите сколько осталось хотя сейчас уже 7 часов утра где-то в 4 расцвело и они до сих пор не доели кормушки а вот там куда я сыпаю всегда остатки зерносмеси вон там зелененькой коробочки там вообще как будто и не трогали как только я пришла они сразу закудахтали слышите какой голос он тут воробушек у нас я только что выгнала кучу воробьев где-то ну-ка поди в кадр воробей вот он как же без них куда не пролазит непонятно все обтянута сеткой но куда-то они все равно пролазит ну ничего и их подкармливаем и так сейчас я высыплю эту зерносмесь и положу им мешанку это посмотреть как они нехотя клюют зерносмесь и как они сейчас как будто с голодного поля накинуться на мешанку давайте я пока заберу кормушки наложу сюда мешанку и посмотрите как они будут есть вкуснейшую мешанку и немножко поговорим про мешанку как я их кормлю этой мешанкой какой именно мешанка я кормлю смотрите поставила я одну кормушечку и уже сразу мой бролер есть я пошла за второй ну вот и вторая цыпа 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 прежде чем начать кормить я сегодня утром всегда в ночь отсаживаю а это утром отсадила двух бролеров петушка и маленькую курочку у меня просто на них заказ и мы вечером их будем убирать сегодня мы опять уедем как и вчера они у нас будут загончики не будем им ничего открывать пусть сидят здесь чтоб не месить грязь на улице там немножечко просохнет кстати у нас вечером опять дождь ну и пусть сидят здесь мало конечно здесь места маленькой пространство ничего им хватит так а я хочу ответить на один из вопросов мне задали вопрос какую мешанку надо давать бролеру жидкую рассыпчатую густую вы знаете однозначно этот вопрос ответить ну как-то странно я из своего опыта поняла что разная птица в разный год у меня едят разную мешанку некоторые любят прям густую плотную некоторые рассыпчатую такую которую уткам и гусям делают а некоторые прям жидкую вот вот эта птица я опытным путем поняла что эта птица у меня любит такую жидковатую мешанку вы увидите как она по скорости есть какую мешанку разную ей делаете и поймете какую она у вас предпочитает то есть я варю мешанку и она у меня такая густая комком становится вот я вчера сделала сегодня она у меня комком так я просто развела водичкой помяла все размяла и вот им положила и посмотрите как они едят вот вот здесь вот они еще у меня и вот здесь вот они в кадр хорошо попадают он видите в дальней кормушке один петушок притулился ну потому что наверное слабенький такой и не может прорваться через всех так red bro чуть не снес мою стойку тоже прибежал он у нас бегает и по улице везде это осталось у нас одна курочка пусть она пока здесь будет остальных мы убрали ну и конечно у нас соседнем новичке черныши есть так вот про мешанку вот вы знаете если я насыпаю зерносмесь на ночь я две миски насыпал зерносмеси так у меня был остаток а сейчас мешанку они буквально съедают за 15 минут у них такие огромные забы они прям можно сказать отваливаются и сидят поэтому я всегда кормлю мешанкой для того чтобы птичка много съела она много съест и в мешанке все-таки много белка сядет и будет набирать мышечную массу чем бролер больше ест тем лучше он растет она будет и спокойней бегать она не сможет потому что она просто будет сыты с огромным набитым зобом и будет расти но конечно броллер у меня вы видите очень крупный уже пара петушков и курочек плохо ходят но у меня тут один плохой петух который топчет и курочек и петухов одного я уже убирала я вам это рассказывала ну еще один тут появился прям конечно если бы у меня черныши не занимали тот загончик я этих петухов у всех бы отсадила отдельно как я всегда это делаю и пусть бы между собой они там разбирались дали бы спокойно жить курочки но пока некуда вот думаю куда бы отсадить я в этом году пораньше буду их убирать ну может оставлю несколько штук на сильный дальняк до 4 месяцев ну а большую часть я конечно уберу мы в августе уедем в отпуск и перед отпуском я оставлю все по минимуму у меня как раз есть заказы есть заказы на крупных курочек на крупных петушков ну и когда буду я убирать их я буду вам вес показывать сегодня я отсадила крупненького петушка но не совсем крупненького здесь покрупнее есть и курочку я их не взвесила но в конце видео вам обязательно покажу вес тушки то есть вечером их забьем они охладятся потеряют в весе после охлаждения и завтра я вам их покажу это видео я заканчиваю вы были на канале солнечный дворик и с вами была я елена бородина удачи вам удачи вам выращивание крупного бролера всем пока пока